10 мая 2023 год 20 часов 24 минуты по москве всех приветствую дорогие друзья на нашем традиционном стриме по подведению политических итогов недели обсуждению в целом актуальной политической повестке во внутренней политике нашей страны и по ее внешнеполитическому контуру череда майских выходных все-таки свой отпечаток на наших трансляциях нанесла если так можно сказать потому что обычно мы с вами дорогие друзья выходим на наши традиционные трансляции по понедельникам сегодня по всем понятным причинам наша трансляция проходит в среду 10 мая напоминаю наша трансляция сегодня проходит на моих платформах социальных сетях приветствую тех кто смотрит нас в телеграм-канале приветствую тех кто смотрит нас в одноклассниках вижу уже подключается приветствую тех кто смотрит нас во вконтакте лариса ольга михаил прессу тех кто просмотрит нас Наш разговор, нашу трансляцию В записи на моих платформах социальных медиа Представлюсь для тех, кто впервые на нашей трансляции Меня зовут Иван Александрович Мизюхой Аполитолог, председатель Крымской региональной общественной организации Центр политического просвещения У нас с вами, дорогие друзья, очень простые правила нашего общения Я напомню о них Вы задаете вопросы Мы общаемся исключительно на вы, как интеллигентные люди Вы пишите свои комментарии На те вопросы, по которым я буду обладать компетенцией На эти вопросы я, соответственно, дам свои экспертные комментарии По тем вопросам, по которым я не обладаю компетенцией Я никаких комментариев производить на свет не буду Мне кажется, это правильная позиция Я политолог, не военный эксперт Не специалист в области коронавируса и так далее Но что в последнее время Это, наверное, вообще бич 21-го столетия У нас все эксперты по всем вопросам, дорогие друзья Напоминаю, что в ВК и в Одноклассниках можно писать комментарии в режиме онлайн В телеграм-канале такая возможность отсутствует Поэтому, кто смотрит нас в телеграм-канале Вот отдельно обращаясь Пишите свои вопросы под анонсом к этой трансляции Ну, друзья мои, прежде всего, конечно, я поздравляю всех вас с 78-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне Вчера наша страна и, я вообще считаю, весь прогрессивный мир отметили эту историческую дату Которая изменила ход мировой истории Потому что наша победа в Великой Отечественной войне поменяла ось истории Поменяла ось исторического процесса Это событие послужило сотворению нового мирового порядка Именно по итогам Великой Отечественной войны Или в райшире Второй мировой войны Была создана Организация Объединенных Наций Была создана Ялтинско-Потздамская система международных отношений Та самая система международных отношений Которая сегодня фактически растаптывается со стороны Соединенных Штатов Америки А ведь когда-то на Ялтинской конференции В том числе и президент Соединенных Штатов Америки Соглашался на новые условия международных отношений Соглашался на то, что у нашей страны есть свои национальные интересы Но как нам известно Как нам всем хорошо известно После Великой Отечественной войны была так называемая Холодная война Противостояние капиталистического и социалистического лагеря Потом были драматические события для нашего государства Которая тогда называлась Советский Союз Произошел развал Советского Союза В том числе и вследствие Холодной войны И предательства элит внутри нашего тогда еще Советского государства Но так или иначе сегодня мы говорим не о Холодной войне Это, наверное, отдельная тема для отдельного стрима Я бы даже так сказал Мы говорим о событиях 78-летней давности Вот Надежда ВКонтакте пишет и вас с праздником Великой Победы Да, еще раз поздравляю всех с праздником Великой Победы Ну и вообще наш стрим, друзья мои Наш сегодняшний прямой эфир, нашу трансляцию Я как раз таки хотел бы начать с обсуждением новостей Связанных с празднованием 9 мая Я вообще считаю, друзья мои Я не знаю, согласитесь вы в этом плане со мной или нет Но празднование 9 мая в нынешнем 21 столетии Стало индикатором на человечность Если люди в День Победы вспоминают о колоссальном вкладе советского народа В борьбе с нацизмом Вспоминают об ужасах нацизма Вспоминают о том, кто на самом деле является победителем Значит, это нормальные люди Если люди отрицают вклад советского народа в победу во Второй мировой войне Если люди в принципе стараются замалчивать о Второй мировой войне Или Великой Отечественной войне для нашего народа Если переворачиваются исторические факты Если бандеровцы называются, скажем так, чьими-то героями Тогда речь идет об абсолютных негодяях То есть День Победы Это такой себе индикатор на человечность День Победы Это индикатор того Ты порядочный человек Или непорядочный человек Если ты порядочный человек То ты не отрицаешь, что именно советский народ Внес решающий Решающий вклад В дело борьбы с нацизмом Мы в нашей отечественной историографии Не отрицаем роль союзников Ну и не преувеличиваем ее Но если ты в День Победы Приравниваешь коммунистический режим к нацистскому режиму Значит ты подонок И ты просто не проходишь Вернее и ты по итогам Дня Победы Как индикатора человечества Приобретаешь статус не человека А подонка, оправдывающего неонацизм А мерзавца, который находится на стороне зла Темных сил Потому что нацизм, фашизм, интегральный национализм Это ли не есть проявление темных сил Это ли не есть проявление тотального зла И вот к сожалению О тотальном зле Об уроках нацизма Забывает в том числе И в государствах, которые раньше входили в социалистический лагерь И даже в тех государствах Которые когда-то находились в составе советского государства Новость, которая с одной стороны встрепенула наше отечественное блогер-сообщество А с другой стороны, на мой взгляд, никого не удивила Это указ президента Зеленского Вот этого все еще президента О праздновании Дня Европы 9 мая И празднование, да я бы даже сказал, не Дня Победы над нацизмом А я бы сказал, примирение 8 мая Потому что 8 мая уже многие годы в Европе воспринимается Днем Примирения Вот нам, русским людям, русско-культурным, россиянам в целом Многонациональному народу России Не с кем примиряться 8 или 9 мая Мы четко идентифицируем себя и свой многонациональный народ И все народы Советского Союза, бывшего, как народы-победители Мы идентифицируем себя как поколение наследников, поколение победителей И вот эти разговоры о том, что нам надо с кем-то примиряться Недопустимы в нашем патриотическом информационном пространстве В нашей целом стране в Европе совершенно другая ситуация Они там примиряются Фактически они примиряются с нацизмом И сегодня мы должны сказать о том, что фактически Европейский Союз Примиряется с нацизмом режима Зеленского Потому что иначе как неонацистский этот режим называть нельзя Я в этом абсолютно убежден Вообще, конечно, указ Зеленского о праздновании дня Европы 9 мая Это позорище Но, с другой стороны, это позорище Которое полностью не принадлежит Это позорище именно режиму Зеленского Празднование дня Европы на Украине Продвигалось очень многие годы Я еще помню те времена, когда Крым находился в составе Украины И тогда активисты проевропейских организаций Предлагали переименовать в Симферополе Площадь Советскую в Площадь Европейскую Мотивируя это тем, что Советского Союза уже давно не существует А вот Европа существует и к ней надо стремиться Тогда празднование дня Европы Брали на себя такие разные некоммерческие организации Все это проходило под мирными лозунгами А сегодня инициаторы этих празднований расчехлились благодаря Зеленскому Потому что фактически указ Зеленского о праздновании дня Европы 9 мая Является легализацией неонацистской идеологии на Украине Легализацией того, что нынешняя Украина Ничего не хочет иметь общего С тем, что когда-то Советская Украина Как и все республики Советского Союза Боролась с нацизмом И внесла свой вклад в дело борьбы с оккупантами Не только немецкими Давайте тоже говорить об истории до конца Потому что и итальянцы, и в целом Вся вот эта так называемая объединенная Европа Хотели поживиться советской территорией Они несколько поживились нашими природными ресурсами Во время нацистской оккупации Каждый хотел оторвать свой кусок пирога От Советского Союза И это та историческая правда Которой мы должны говорить Даже спустя Нашей победы в Великой Отечественной войне Потому что сегодня Те страны, которые когда-то помогали гитлеровцам В оккупации советских территорий Эти же страны сегодня спонсируют Режим Зеленского Спонсируют неонацистский режим В его борьбе с российским государством С русским миром С украинскими Украинскими же соотечественниками Которые не приемлят неонацистской идеологии Друзья мои, пишите свои комментарии Вопросы Наиболее интересные Но, к сожалению 9 мая Безобразие Происходило не только на Украине Оно было повсеместно, дорогие мои друзья И мы с вами это видели Мы с вами видели Как в Молдавии Как в Молдавии Правоохранительные органы Фиксировали на фото И видеосъемку Людей Которые Вышли 9 мая На улице На улице Молдавской столицы На улице Кишинева И других городов С георгиевскими лентами Потому что Георгиевская лента Сегодня В Республике Молдова Под запретом И это Омерзительное Омерзительное Событие Омерзительное Ситуация В свете того Что еще недавно Молдавия Была Советской Республикой Еще недавно Там можно было Спокойно выходить Без провокации На бессмертный полк Еще недавно Еще недавно В Молдавии Мы Наблюдали Тысячи Тысячи людей Которые Выходят На День Победы С георгиевской ленточкой Вот РИА Новости Сообщают Что полиция Молдавии Я цитирую Намеренно Выписать 180 штрафов За ношение Георгиевской ленты В ходе прошедших 9 мая мероприятий А я думаю Что это количество Эти штрафов Может быть больше Если Найдутся Некоторые люди Которые Начнут заниматься Доносительством А доносительство Сегодня В нынешней Республике Молдова В нынешнем Политическом режиме Майя Сандо Поощряется Ну Это к сожалению Правда Давайте друзья Перейдем к комментариям И продолжим Наше обсуждение Так В одноклассниках Самый лучший Аналитик На сегодняшний день Валерий Викторович Не знаю Не знаю Ком вы говорите Пякин Не знаю Ком вы говорите Незнаком Аналитиков России много Это Умная Страна Вконтакте Виктор Здравствуйте Иван Здравствуйте Виктор Виктор Да увы День Победы Для бандеровцев Это День Победы ГУЛАГа Над Бухенвальдом Такой нет Комментарии Увы пишут Подонки Для меня День Победы Это День Освобождения От Фашизма Тут даже и не поспоришь Нет никакого Примирения с подонками Надежда Вообще Крым Как был России Так и остается Украина тоже России Украина тоже России Принадлежит Просто кто-то Раньше Это потерял Прогулял А сейчас Кто-то обратно Возвращает А Зеленский вообще не умный Человек Полез не туда Куда Нужно Надежда Можно ответить на мой комментарий Надежда Я думаю что Я думаю что мы с вами должны Должны Рассуждать Аналитически И я думаю Надежда Мы с вами должны Рассуждать Объективно Я не считаю Зеленского Ну Абсолютным Абсолютным Глупцом Нет Он не глупый человек Гениальный ли он человек в политике? Естественно нет Умнейший ли он человек? Не думаю Ну он В совершеннейшем образом его нельзя назвать Глупцом Но он подонок Он неонацист Он Он манкурт Не знающий своего родства Да Это факт И об этом можно говорить Интеллект тоже бывает разным Его можно использовать во благо Его можно использовать и во зло Подонки бывают разными Глупыми Недалекими Интеллектуально развитыми И Интеллектуально Неразвитыми Зеленский на мой взгляд В своем образовании В политическом смысле Не самый далекий политический деятель Ну естественно не очень то Не очень то образованный Но сегодня с ним работают Работают политтехнологи Имиджмейкеры Вот вы надежды пишите Что он подонок настоящий Я присоединяюсь к этим словам В другой части вашего комментария Я могу согласиться с тем Что логика исторического процесса Друзья мои Логика исторического процесса такова Что все постепенно возвращается на круги своя Территории Которые Когда-то Были в составе российского государства В разные его годы Вновь воссоединяются с Россией И на мой взгляд Этот исторический процесс Не остановить Он начался в 2014 году Продолжился в 2022 И дай бог Чтобы он был продолжен Этот исторический процесс В 2023 году Такова Логика нашей Отечественной мировой истории Помните как у Талькова Солнце уходит на запад И как там Но чтобы снова родиться Идет на восток Вот поигрались с западом И сегодня время возвращаться на восток На восток, то есть в Россию Вообще Вообще Очень Такая Пророческая Песня во всех смыслах Господина Талькова То же самое Можно сказать о геополитике России Наш разворот с запада На восток Который произошел В прошлом году Я думаю Отдельный Эфир Мы с вами друзья Посвятим вопросам геополитики Потому что очень часто Мы с вами в своих Аналитических Выкладках Делим Мир Простыми категориями На восток И на запад Но ведь это Совершенно Совершенно Неправильные категории А почему Мы с вами не делим Мир На север и юг Когда Мы станем Многополярно Во всех смыслах Рассматривать свои интересы Не только на западе И на востоке Но и на севере И на юге Мы с вами убедимся В том Что Мир Намного Многообразнее Что он Очень разный Что Сегодня В этом Многополярном мире Очень много Суверенных Центров сил Или Зарождающихся Суверенных Центров сил И во многих Географических Уголках Планеты Для Земля Есть Российский Интерес И это Российский Интерес Мы должны Искать Потому что Мир клином Сошелся На Западе На Ефропе На Соединенных Штатах Америки Российский интерес Есть В Океане Российский интерес Есть На Африканском Континенте И естественно Российский интерес Есть Есть в Азии на множестве развивающихся государств, которые сегодня исповедуют те же принципы антиколониализма, которые, по сути, сегодня были провозглашены нашим президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Яркий пример антиколониализма это возвращение Крыма в состав России. Это начало специальной военной операции России по защите Донбасса. И с сентября прошлого года спецоперация приобрела фактически новый статус по защите российских территорий. Мы с вами, дорогие друзья, очень часто в нашем информационном пространстве не специально, но упускаем тот момент, что сегодня боевые действия идут на территории Российской Федерации, на территории Донецкой и Луганской народных республик, на территории Херсонской, Запорожья. Это все наши новые субъекты. Поэтому спецоперация приобрела характер освободительной военной кампании непосредственно российских территорий, непосредственно территорий Российской Федерации. Всем плохой вопрос. Точно возвращает то, что было потеряно годами. Надежда, ну, Путин не медовый пряник, чтобы быть всем хорошим. Есть внутри нашей страны люди, которым не нравится Путин, и это нормально. Они голосуют за других кандидатов на президентских выборах. Но подавляющее большинство граждан нашей страны уважает президента, одобряет его деятельность. Это вынуждены вынуждены в политические центры и на агенты, к соцопросам которых есть вопросы. Я вообще считаю, что Путин, это не просто президент Российской Федерации. Это действительно национальный лидер. Это человек, чье имя уже вписано в историю российского государства. Не просто по должности, что он президент. И тем самым он вписал свое имя в нашу отечественную историю. Путин человек, который влияет на международные геополитические процессы. Путин это человек, который вернул России, вернул гражданам России чувство национальной гордости. Он вернул России веру в Россию. И сегодня перед Путиным стоят огромнейшие вызовы, как перед человеком, возглавляющим страну, которая находится в состоянии боевых действий. Поэтому все мы сегодня должны сплотиться вокруг нашего верховного главнокомандующего. Я в этом убежден на все сто процентов. И вернемся, друзья мои, к обсуждению вопроса празднования 9 мая. Вот мы с вами проговорили, как этот день отмечался на Украине. Мы с вами проговорили, как этот день отмечался в Молдавии. Я даже не хочу говорить о том, как он отмечался в Прибалтике. Потому что в Латвии традиционно были провокации. Традиционно эти, скажем так, наследники нацизма переворачивали с ног на голову все, что можно перевернуть. Ограничивали право своих же соотечественников на выражение солидарности со всем прогрессивным миром в плане празднования Дня Победы над нацизмом. Мы с вами увидели 9 мая отвратительные видеокадры из Польской Республики. Когда нашему послу фактически не дали возможности, не разрешили возложить цветы к памятному монументу в честь Дня Великой Победы. Я уже молчу о том, что польская сторона абсолютно не обращает внимания на то, что российские дипломаты обладают дипломатическим иммунитетом. И польская полиция обязана, согласно всех дипломатических международных конвенций, обеспечить безопасность российскому дипломату и обеспечить его право на возложение цветов к памятным монументам, посвященным Великой Отечественной войне. Польская сторона просто наплевала на все возможные дипломатические конвенции, на дипломатический статус. И по большому счету сегодня можно говорить о том, что Варшава находится в каком-то, я даже не знаю как сказать, в каком-то антироссийском, русофобском угаре, который поддерживается на уровне государства. Ну, как еще назвать новость о том, что Польша для себя переименовала Калининград в Крулевец? Они вообще адекватны? Или они находятся в своем запойном антироссийском и русофобском угаре? Причем, заметьте, друзья мои, переименовали Калининград даже не в Кюнинсберг, а в Крулевец. Тем самым пытаясь оскорбить и Россию, и Германию, кстати. Потому что и от России, и от Германии нынешняя польская республика требует репараций. По крайней мере, об этом периодически заявляют польские политики, представители их правительства, министры иностранных дел, депутаты, парламентарии. А что в головах этих людей? Есть ли совесть у нынешней политической элиты, которая напрочь забыла о вкладе советского народа в дело освобождения поляков от нацистской оккупации? Конечно, никакой совести нет. Конечно, нынешний президент Польши специально не помнит о том, что в послевоенные годы, когда граждане Советского Союза не доедали, в Польшу устремлялись эшелоны с советским зерном. Конечно, нынешний президент Дуда специально забыл о том, что именно Советский Союз освободил Польшу от нацистской немецкой оккупации. Это все делается специально. Ну и, конечно, нынешний президент Дуда не говорит о том, что господин Юзеф Пелсуцкий, некогда глава польского государства, дружил с Адольфом Гитлером. Конечно, об этом не говорят представители нынешней политической элиты в Польше. Польша в лице ее президента и правительства маскируется под друзей Украины. Я убежден в том, что весомая часть польского общества, особенно старшее поколение, помнит о зверствах бандеровцев. И давайте признаем, что весомая часть польского общества, я не говорю за всех, но весомая часть польского общества не воспринимает украинцев за равных, не воспринимает их за людей. Об этом говорят сами же украинцы в социальных сетях. Когда они сталкиваются с не очень гостеприимным отношением поляков, когда они сталкиваются с не очень приличным словом «быдло» в свой адрес. Дуда специально маскируется под друга Украины, чтобы оторвать от Украины ресурсы, чтобы нажиться на украинском кисе, чтобы монетизировать всю эту русофобскую историю, всю эту русофобскую внешнюю политику Польши. Чтобы монетизировать со стороны Европы и США военную активность польского государства по украинскому направлению. Они отправляют туда свой металлолом, они отправляют туда своих наемников, а взамен будут требовать новое вооружение от Европы, от Европейского Союза, от международных организаций, от Соединенных Штатов Америки. С чем столкнулась Польша в последние годы? С тем, что Европа говорила о том, что Польша получает и так много денег со стороны общего бюджета Европы. И вспомните, друзья мои, еще задолго до спецоперации внутри европейских структур, внутри Евросовета, Еврокомиссии, звучали речи о том, что Польше надо прикрутить финансирование. Сегодня Польша пользуется украинским кейсом для того, чтобы требовать больше донатов от Соединенных Штатов Америки, от Европейского Союза. Польша всячески монетизирует всю ситуацию, связанную с Украиной, всю свою русофобскую политику, всю свою военную и информационную активность по украинскому направлению. Успешно ли Польша монетизирует эту русофобскую политику? На самом деле покажет только время, потому что, в принципе, вся эта русофобская истерия, весь этот угар, похожий вообще на наркотический, а мы осуждаем употребление запрещенных веществ, весь этот угар, на мой взгляд, может плохо закончиться для польского государства, для ее государственности, для ее экономики, для ее истинных национальных интересов. Друзья, мы посмотрим комментарии, одноклассники. Надя, о боже, опускайте в Россию другие страны, тем самым поднимайтесь. Ну, о чем вы говорите? Какая глупость? Надя, да, надежда, уважаемая. Как раз таки мы в своих аналитических выкладках, в своих разговорах, мы не утверждаемся за счет других стран. У нас нет необходимости в России для этого. Россия это великая сверхдержава, это ядерное государство, это самое большое государство на планете Земля. У нас вся таблица Менделеева, у нас есть свои национальные интересы, мы не жаждем мирового господства, мы, как Соединенные Штаты Америки, не декларируем, что мы единственная сверхдержава. Наоборот, мы стоим на позициях антиколониализма, на позициях многополярного мира, на позициях того, что у разных стран могут быть разные национальные интересы. Надежда, судя по огромному количеству ваших комментариев, вы типичный украинский бот. Но, может быть, во время нашей трансляции в российской сети Одноклассники вы все-таки почерпнете что-то новое для себя. Надя, мне интересно вас послушать, живу в Германии, поляков знаю. Надежда, вот вы живете в Германии, это отлично. Как вы относитесь к тому, что Республика Польша требует от Германии репарации за Вторую мировую войну, в то время, когда Германия уже давно выплатила эти репарации? Польша является частью Европейского Союза. Вот рада ли сегодня Германии, которая в свое время приняла Польшу, приняла Польшу в Европейский Союз? Вот как вы считаете, Надежда, внутри Германии, как к этому относятся? Напишите. Так, ВКонтакте. Другая уже надежда. Путин сейчас очень нужен, сейчас непростая ситуация в стране. Эта война справится только он. Конечно, сегодня мы все должны быть сплочены вокруг нашего верхомого главнокомандующего. Надя, ВКонтакте. У меня вообще такое впечатление, что они там все что-то курят, что себя так ведут. Такую страну, Украину разрушили, столько людей убили. Да. К сожалению, Надежда и ведь продолжает же разрушать. И ведь продолжает же убивать. И ведь продолжают осуществлять политику террора. Если мы говорим о режиме Зеленского, собственных соотечественников. Собственных же соотечественников. И несмотря на это, мы увидели, что 9 мая люди в Киеве несли цветы к вечному огню. Хотя мы с вами понимаем, что каждый человек, который это сделал, попал в фото- и видеообъектив службы безопасности Украины. И фактически сегодня эти люди на карандаше. Они очень, очень сильно рисковали. Надежда, одноклассники, поляки отлично живут в Европе, хорошо, рабочая сила поляки. Ну так, Надежда, ответьте на вопрос. Вы говорите, что вы живете в Германии. Как Германия относится к тому, что Польша требует от ФРГ выплаты репараций? Правительство Германии говорит, что оно не собирается ничего уплачивать. Вот вы как лично к этому относитесь? Да никто ничего не требует. Надежда, вы, наверное, в каком-то параллельном информационном пространстве. Вот зайдите на сайт Министерства иностранных дел Польской Республики и посмотрите, что требует Польша. И вы пишете, что в новостях такого в Германии нет. Если этого нет в новостях Германии, посмотрите новости Польши. Не России, не Украины, не Белоруссии, а непосредственно новости Польши. А если вы чего-то не читали, это не значит, что этого не происходит. Понимаете? Вы вроде бы из Германии, а ведете себя как типичный украинский бот. Вы извините, что я так говорю, просто у вас нет ни, скажем так, ни фамилии, ни имени, ни картинки, ни фотографии. Вот у меня открытая страница. Новости Польши почитай любопытно. Почитайте, почитайте обязательно. И давайте, друзья, мы немножко перейдем к нашим российским новостям. И я считаю, что вот эта новость, она очень интересная с точки зрения вопросов межнациональной политики, и в целом гуманитарной политики, потому что эти вопросы очень часто поднимаются недругами Российской Федерации и все перевирается. Сегодня в Рио-губернатора Херсонской области Российской Федерации, напоминаю, Владимир Сальдо, заявил о том, что в двух районах Херсонской области, вот посмотрю, в Геническом и Новотроицком, русский, украинский и крымско-татарский язык станут официальными. Ну а в целом в Херсонской области официальными будут русский и украинские языки. Соответствующие указы Владимир Сальдо планирует подписать в ближайшее время. Об этом сегодня сообщали средства массовой информации. Судя по всему, Херсонская область взяла на вооружение языковую политику Республики Крым, потому что в Конституции Республики Крым 2014 года было закреплено три государственных языка. Русский, украинский и крымско-татарский. Государство дало возможность людям выбирать тот язык, который им ближе. Люди свой выбор в подавляющем большинстве сделали. Крым это русскоязычный регион. Государство обеспечивает реализацию языковых прав. Такая же сегодня ситуация, такая же языковая политика, по сути, в Херсонской области. Я не помню, чтобы когда-то при Украине на севере Херсонщине крымско-татарский язык имел статус официальный. Напротив, разные президенты Украины, особенно последние, Порошенко и Зеленский, пытались использовать крымско-татарский народ тщетно, кстати, в своих политических целях. Когда они потеряли Крым, они попытались спекулировать на той численности крымских татар, которая проживает в Херсонской области. А там есть места компактного проживания. Вот это анонсируемое решение Владимира Сальда, как губернатора Херсонской области, о том, что в двух районах крымско-татарский на Херсонщине станет официальным, отчетливо демонстрирует то, как Украина и как Россия относятся к гуманитарной политике. Россия никого не ограничивает, Россия создает условия, Украина строит националистическое моногосударство и, по сути, игнорирует тот факт, что на Украине общество многонационально, многоязычно, украинские власти разных лет игнорируют эту данность. А Россия, напротив, поддерживает все народы, проживающие на территории российского государства. Естественно, Херсонская область – это русскоязычная область. Тем не менее, людям дают возможность, право на их реализацию, на реализацию их языковых прав, в том числе и на украинском языке. Вообще, таким образом, Херсонская область рисует образ будущего для других регионов, которые сегодня еще и находятся под режимом Зеленского. Она демонстрирует Херсонскую область им свою языковую политику, свою в целом гуманитарную политику. Не надо бояться России. Россия никого никогда не унижала и не будет ограничивать в плане реализации языковых гуманитарных прав. Как это делала и делает Украина? Посмотрим комментарии. Одноклассники. Чего и хотели, чтобы русский стал официальный в Украине, Надежда. Но русские же оскорбились на Украине, что их язык не используется как официальный. Надежда. Русские не просто оскорбились на Украине. Русские на Украине были унижены. И даже согласно действующей Конституции Украины, согласно статье 10 Конституции Украины, русскому языку гарантируется право и защита со стороны украинского государства. Право на свободное развитие русского языка. Даже эта статья Украинской Конституции, статья 10, не соблюдается. С самого начала, в 91-м году, в русскоязычной Украине, надо было принять русский язык, как и украинский, официальными языками. Но украинские президенты всех лет паразитировали на языковой политике. Постоянно. Это был такой макивиалистский принцип, понимаете? В Украине начнут и памятники русские возвращать, наверное. В Украине начнут, но когда эти регионы станут Российской Федерацией, тогда это возможно. А в нынешней Бандеровской Украине это невозможно. Я вам, Надежда, приведу пример. А вот вы еще что-то написали. В школах, но документы остаться должны на украинском языке. Надежда, я вам приведу пример. Никто украинские документы в Крыму не отнимал. В Крыму три государственных языка. В Крыму библиотека имени Франко. В Крыму памятник Тарасу Шевченко в Симферополе. В Крыму в Ялте памятник Леси Украинки. Никто ничего не сносил. Да ладно в Крыму. В Москве. Огромнейший памятник Тарасу Шевченко. В Москве. В Третьяковской галерее. Висит тот самый портрет Тараса Шевченко, который раньше размещался на украинских гривнах. Где он в такой вот этой шапке. Каракулевой, по-моему. В России, в высшем руководстве Российской Федерации, работают украинцы. Или люди, имеющие украинские корни. Их никто не унижает. Они успешные люди. Внутри политической элиты нашей страны. Для русских, для русского народа украинцы это часть, неотъемлемая часть. И к ним относятся с самым большим уважением. В Крыму издается патриотический журнал на украинском языке. Я, кстати, вам сейчас его покажу, друзья мои. Не расходитесь. Вот это очень интересно. Смотрите, друзья мои. Вот это Крым сегодня. Называется его Украинская община. Издает. Мы с ними дружим. Я вот не украинец. Я русский человек с многонациональной примесью. Фамилия у меня белорусская. И вот украинская община Крыма. Которая пророссийская от слова на 100% издает этот журнал. А смотрите, что тут написано по-украински. Всем видно. Через Z за перемогу. Вот, по-моему, когда украинская пропаганда видит за перемогу, их просто бомбит. Нет ничего удивительного в том, что украинцы Крыма в 2014 году проголосовали за воссоединение Крыма с Россией. И нет ничего удивительного в том, что не только русские Херсонской области, но и украинцы Херсонской области проголосовали за воссоединение с Россией. Потому что украинцы никогда не были чужими для России. Я вообще считаю, что русские, украинцы и белорусы это по сути один народ. Это мое мнение. Комментарии. Одноклассники. Надя, от украинцев я слышу другие версии, что притеснение идет украинцев в России. Ну, где притеснение? Вот, в России, украиноязычный журнал. Ну, смотрите. Открываю. Печера Таврида. Новый бренд Крыму. Ну, это же на украинском. Первый культурно-просветный журнал украинской мовы у российского Крыма. Ну, где притеснение? Где притеснение? Вот, факты. Пожалуйста, факты. Надо всегда подтверждать свои слова фактами. А кто так говорит, наверное, никогда не был в России. Украинцы в Германии по-другому говорят. Ну, чтобы говорить по-другому, вообще, чтобы говорить, надо... Вы пишите, я беженцев с Украины спрашиваю. Ну, надо посетить российский Крым, чтобы удостовериться, что никто никого не унижает. Вот, если бы вы были в Крыму, вы бы подошли, допустим, к Государственному Совету Республики Крым, парламенту Крыма, и вы бы увидели, что написано Государственный Совет Республики Крым по центру. Справа, по-моему, или слева написано Державная Дума Республики Крым, а с другой стороны, название на крымско-татарском языке. Таковы и реалии Крыма. Вконтакте. Надя, у меня дедушка ссыльный, с Польши, в город Хантын-Мансийск. Когда приехал в Польшу, меня там приняли не очень, когда услышали, что говорю по-русски. С тем же самым соприкасаются и украинцы. Надя, сам живет за границей, а говорит, как должно быть. Я тебе, дорогая, скажу, наш президент сам разберется, как должно быть, и вас не спросит. Это он так говорит, да? Надежда, наша страна, сила. Тут даже и не поспоришь. Ну, я считаю, друзья, надо было проговорить вопрос языковой гуманитарной политики. Это вот свежая новость, и это очень интересная новость в контексте украинских фейков и пропаганды об ущемлении якобы украинцев и уничтожении всего украинского. Это неправда, абсолютно. Одноклассники, Роман, в России много наций живет, и никто никого не притесняет. Совершенно верно, Роман. Друзья мои, кстати, напишите, из каких вы регионов, из каких вы городов. Вот тут Надежда в Одноклассниках из Германии. Откуда вы смотрите наш стрим? Я из Крыма, Симферополя, соответственно. Проведем такую перекличку. Откуда вы, из каких регионов? Пишите, друзья. Ну, а пока вы пишите, из каких вы регионов, я предлагаю перейти немножко к геополитике. Но это важные новости в контексте наших российских интересов. Мы с вами как-то на наших стримах договорились, что когда мы обсуждаем новости геополитики, мы говорим только о том, что непосредственно касается нашу страну. И как это может те или иные события международной политики, как они могут, скажем так, отразиться на нашем государстве. Пишите, из каких вы регионов, откуда вы нас смотрите, из каких вы городов. Пишите, друзья мои. А пока мы обсудим с вами международную политику. Так вот, все мировые средства массовой информации сегодня говорят о том, что Соединенные Штаты Америки на пороге дефолта. Отдельные личности в нашей блогосфере очень радуются этой новости. Но я, друзья мои, честно вам скажу, не разделяю этих радостей, разделяю этих, скажем так, восторженных комментариев. Напомню, в телеграм-канале, я не разделяю оптимизма в плане возможного крушения американской экономики дефолта. Во-первых, друзья мои, давайте рассуждать объективно. Вот я не экономист, но я как политолог, как юрист по второму образованию понимаю, что Соединенные Штаты Америки это все еще первая экономика в мире. Скоро они уступят это место Китайской Народной Республике. Фондовые биржи находятся на территории США крупнейшие. Доллар, нравится нам это или нет, все еще главная валюта на планете Земля. Внутриполитическая дестабилизация, внутриэкономические проблемы внутри США, дефолт внутри США отразится на всей мировой экономике. Поэтому, тем, кто радуется этому, я обращаюсь, чему вы радуетесь? Мы разве до конца преодолели трудности с импортозамещением? Мы разве выстроили экономику, которая абсолютно, скажем так, не включена в мировую экономику? Нет, российская экономика это часть мировой экономики, это нормально. Поэтому, поэтому, возможный теоретический дефолт внутри США отразится на всей мировой экономике. И на российской экономике в частности. Вот это мы с вами должны, друзья мои, понимать. Это и на китайской экономике, вот вижу в комментариях, отразится. Дальше. Верю ли я в то, что в июне произойдет дефолт в Соединенных Штатах Америки? Нет, не верю. Используется ли тема потенциального дефолта республиканцами для того, чтобы унизить, в некотором смысле, подчинить и уничтожить, в политическом уже смысле, президента США Джо Байдена? Естественно. Скорее всего, Конгресс и президент США придут к какому-то соглашению. И Конгресс пойдет на то, что даст зеленый свет американскому президенту на новый порог государственного долга. Соединенные Штаты Америки привыкли жить в долг. И вряд ли сегодня США начнут жить по средствам. Даже если бы сегодня президентом США был Дональд Трамп, которому почему-то, неизвестно почему, до сих пор ряд представителей российского экспертного сообщества относятся с невероятной теплотой, он бы тоже брал деньги в долг. И когда он был президентом, он брал деньги в долг. И продолжал вот эту политику своих предшественников. Кстати, друзья мои, раз уже затронули тему Дональда Трампа, после комментариев мы к ней вернемся. Я считаю, что ее необходимо проговорить, потому что даже уважаемые мной эксперты почему-то считают, что если президентом США вновь станет Дональд Трамп, то тут же ситуация на Украине будет свернута. Это такие наивные предположения, но об этом давайте после комментариев. В телеграм-канале вижу комментарии. К трансляции. На вопрос, из какого региона страны я из Казахстана, город Алматы, меня зовут Мария. Мария, приветствую вас. Отлично, что Казахстан нас смотрит. Вы у нас, по-моему, постоянный наш зритель. Так, одноклассники. Татьяна. Здравствуйте, Урал. Ирина, Республика Коми. Татьяна. Китаю, да. Китай станет первой экономикой, не сомневайтесь. Об этом говорит и, кстати, наш президент Владимир Путин. Надя. Импортозамещение. Хорошая тема. В России актуальна. Весь мир смотрит. Да, весь мир смотрит. Актуальна. И, конечно, мы добились уже определенных успехов по импортозамещению. Это надо признать. Это надо признать. ВКонтакте. Надя, Нижневартовск. Сколько времени сейчас в Нижневартовске? Так, Алексей, я отвечу на ваш вопрос позже. Надя, я думаю, нужно просто примирение. Вы имеете в виду примирение русских и украинцев после боевых действий. Но чтобы это произошло, должен быть демонтирован режим Зеленского. Алексей, прежде чем ответить на ваш вопрос про Трампа, пару слов о Трампе. В российском экспертном сообществе живучая мысль о том, что если Трамп вновь станет президентом, он тут же прекратит снабжать режим Зеленского, или кто там будет, и война прекратится. Это наивное представление. Трамп, может быть, и не начинал новых войн, но и не заканчивал во время своего президентства. Да, Трамп говорил о том, что надо выйти из Афганистана, но при его президентстве Америка не вышла из Афганистана. Трамп что-то говорил о Сирии и в то же самое время бомбил тамагавками Арабскую Республику, территорию суверенного государства. Трамп говорит о том, что Америка должна быть великой вновь, и он видит это величие по-другому, не так, как демократы в виде ее исключительности. Трамп считал во время своей первой каденции, пока единственной, что надо разрушить вот эти международные договоренности и создать новые. Он к этому шел, вы помните. И при Трампе были введены беспрецедентные санкции в отношении России. Так почему Трамп вдруг перестанет спонсировать неонацистский режим на Украине, если вдруг станет президентом? Своё дружеское отношение к России или свою заинтересованность в том, чтобы наладить отношения с нашей страной? Ну вот с чего вдруг сегодня Трамп должен полюбить нашу страну? Я этого не понимаю, дорогие мои друзья. Так. У нас в Телеграме нормальная связь? Я видел, что-то не так. Поэтому, может быть, пора прекращать заниматься этой Трампоманией. Ну сколько можно? Вот это абсолютно, по-моему, странно... Отлично слышно, да, пишите? Это абсолютно, по-моему, страннейшее поведение. Итак, возвращаясь к теме, вот о которой пишут ВКонтакте Алексеи. Суд присяжных признал Дональда Трампа виновным в домогательствах к писательнице Кэрол. Ну, харассмент это вообще любимая тема американских медиа и политики. Сначала Трампа вообще обвиняли в изнасилованиях. Ну, по итогу суда признали, что он домогался там до кого-то. Вот тут вопрос Алексея. Алексей пишет ВКонтакте. В связи с решением суда Трампа остается в гонке за кресло президента, пока нынешнее решение суда не ограничивает Трампа в его праве выдвигаться на пост президента США. Но, в принципе, в отношении Трампа возбуждено очень много уголовных дел, инициировано много судебных расследований. И все эти суды, в целом все эти суды направлены на то, чтобы выбить его из президентской гонки. Господину Байдену нужен подручный, управляемый кандидат от республиканской партии. Этим управляемым и подручным кандидатом мог бы стать Десантис. И сегодня все делается для того, чтобы Десантис выиграл праймерис от республиканской партии. А Трамп вообще не был допущен до процедуры праймерис, до процедуры предварительного голосования. Поэтому в отношении Трампа разворачиваются различные уголовные дела, закручиваются гайки в средствах массовой информации. В том числе, мы можем говорить об этом, исходя из увольнения Такера Карлсона на Fox News. Фактически мы видим, что страна, которая называет себя, я не знаю, образцом демократии, В этой стране сегодня фактически установилась информационная диктатура. И фактически цензорский комитет находится в Белом доме. Посмотрим комментарии. Вот, у нас уже, у нас уже пришли миллионы, ну не миллионы, а десятки украинских ботов. Деревенский житель. Интересный ник. Я вот удивляюсь, почему ФРС печатает так много денег без остановки 24 на 7. Потому что Соединенные Штаты Америки живут в долг. И весь мир в какой-то момент признал американский доллар главной валютой. Поэтому они могут печатать сколько хотят. Но до бесконечности это невозможно. Друзья мои, разве мир сделал выводы, исходя из экономического кризиса 2008 года? Нет. Поэтому мы с вами вообще живем в такое несколько опасное, турбулентное время. Череда разнообразных политико-экономических кризисов будет только нарастать. И мы с вами являемся уже свидетелями этих кризисов. Кот. У Америки нет выбора. Они будут воевать. Им нужны ресурсы. Это война за ресурсы. Соединенные Штаты Америки всегда ведут войны за ресурсы. И, конечно, на украинском кейсе Соединенные Штаты Америки зарабатывают. Ну, простейший пример. Например, США подвигают страны Европы к оказанию военной помощи Украине. Европа сбрасывает металлолом Украине свой. И забивает под завязку американские ВПК на новые оборонные заказы. Вот простейший пример. Надя, в Америке вечно кто-то провоцирует президентов. Ну, они сами себя провоцируют. Александр. Байден самый старый пень в мире. Александр. Не будем оскорблять Байдена. На самом деле, друзья мои, я не считаю Байдена представителем деинтеллектуализированной политической элиты. Вот его пресс-секретарь Жан-Пьер. Это деинтеллектуализированная дама. Помните, была такая Псаки. Это деинтеллектуализированная дама. Байден на самом деле умный политик. Он представитель старой политической элиты. Он делает вид, что он исповедует всю эту новую этику, новую нормальность. Когда-то он высказывался против ЛГБТ и прочей нечисти. Сегодня он вдруг резко поменял свое мнение. Байден просто плохо себя чувствует. У него очевидные проблемы с ментальным здоровьем. Очевидные проблемы с координацией. Человеку плохо. От этого и все ситуации, в которые он попадает. Все эти смешные ситуации. Но Байден в сравнении с тем, кто еще может прийти к власти, это еще цветочки. Представьте себе, если к власти придет полностью деинтеллектуализированная политическая личность. Ну, например, как бывший премьер-министр Великобритании. Помните эту даму? Ну, это же просто полный пример деинтеллектуализации. Деинтеллектуализация – это бич 21-го столетия. Это проблема западной политической элиты. Это проблема всего мира. Потому что это западная политическая элита влияет на глобальные вопросы. Экономики, политики, безопасности. Вот мы в России пытаемся какое-то зерно, здравомыслия отстоять. А мы имеем дело с деинтеллектуализированными политическими элитами. За которыми стоят умные люди, конечно. Но притворяют эту политику полная деинтеллектуализация. Вообще уровень образования, на мой взгляд, он снижается, снижается. Это тенденция. Деренский житель. А доллар обеспечен золотом или нет? Насколько я понимаю, он обеспечен экономикой США, а не долларом. Александр, западные страны, одноклассники, всегда грызлись между собой. Но их объединяла русофобия, я добавлю. Надя, похвально, что вы не разрешаете оскорблять президентов других стран. Просто сказали, что плохо себя чувствуют. Надежда, но если человеку плохо. То, что Байден проводит омерзительную политику, мерзопакостную, по поддержке нацистов, да, он в этом подонок. Но оскорблять его за то, что он падает с трапа, оскорблять за то, что у него проблемы со здоровьем, ну нет, мы же не так воспитаны. Мы же не так воспитаны. Явно человек плохо себя чувствует. Вот тут, мне кажется, не надо быть доктором, чтобы об этом говорить. Татьяна. Необразованными людьми легче управлять. Сто процентов. Вконтакте вопросы. Надя, Зеленского вообще надо убрать. О, у нас уже украинские боты добрались всегда ВКонтакте. Представляете? Глеб ВКонтакте. Здравствуйте. Байден реально страной не управляет? Он номинал. Я думаю, сегодня, да. Я думаю, сегодня можно говорить о том, что Байден не управляет страной. Пока, на данный момент, вся эта ситуация производит впечатление, что кто-то внутри спонсоров, внутри группы спонсоров Демпартии, трансанциональных элит, не желает видеть на посту президента Камалу Харрис, потому что Байден мог бы написать заявление об отставке и в соответствии с Конституцией США, Камала Харрис стала бы главой государства. Но даже эта версия выглядит странной, потому что Камала Харрис тоже заявила о том, что она идет вместе с Байденом на выборы президента. Друзья мои, может быть, не все знают об этом, но в Соединенных Штатах Америки одновременно выбирается и президент, и вице-президент. Поэтому на предвыборных плакатах было написано Байден и, соответственно, Харрис. В истории Соединенных Штатах Америки существуют прецеденты, когда вице-президенты становились полноценными главами государств. Когда вице-президент получает президентские полномочия, он не обладает статусом временно исполняющего обязанности. Он именно является полноценным главой государства. Такова Конституция США. Одноклассники. Лариса, добрый вечер из Липецка. Меня возмутило до глубины души то, что США на весь мир говорят о своей победе над Гитлером. Что это? А это, Лариса, планомерное уничтожение исторических фактов. Это реализация многолетней политики по вымарыванию истории. И сегодня воспитаны поколения на Западе, которые считают, что нацизм был уничтожен именно Соединенными Штатами, а не Советским Союзом. Сегодня уже доходит до того, что японцы в чем-то обвиняют Советский Союз. Но ни слова не говорят о том, что фактически США до сих пор оккупируют японское государство. Но это не то, что возмутительно, это планомерная политика по переворачиванию исторических фактов. Это факт. Это факт. Вот так тавтологично сказал. Деревенский житель. Интересно у вас, да? Одноклассники. Не пойму я Запад. Вот в новостях смотрел, почему в Америке детей заставляют менять пол. А они что хотят превратить США в государство недоженщин? Все очень просто. Все очень просто. Навязывание политики новой этики, так называемой новой нормальности, оно, вообще навязывание этой политики, призвано сделать американское общество более управляемым. Разделяя общество на множество социальных страт, а вот это ЛГБТК плюс там чего-то, я не разбираюсь, честно говоря, чего плюс, что там плюс? Ну уже вот плюс какой-то. Вот разделяя общество на микросоциальные страты, им легче управлять. Это если упростить ответ на этот вопрос. Надя, одноклассники, вы, наверное, так баллотируетесь в будущие депутаты. Хорошо, что как юрист и экономист, потому что другие баллотируются из простых предпринимателей. Уважаемая Надежда, я не депутат, я не политик, я простой политолог. По второму образованию я юрист, так что я никуда не баллотируюсь, и наши эфиры не имеют отношения ни к какой предвыборной кампании. Так, к одноклассникам вернемся, посмотрим вопросы в ВК. Надежда, не читайте ее комменты, о ком бы говорить, а об украинских ботах, так на них и не обращаем внимания. Глеб. Здоровье Байдена не позволяет ему полноценно выполнять свои обязанности. И, видимо, Глеб потом кто-то заинтересован в том, чтобы он все еще оставался президентом. Тогда кто реально управляет США? Спонсоры демократической партии, транснациональные корпорации, политические элиты. В принципе, президент Соединенных Штатов Америки, с одной стороны, это высшее должностное лицо в этой стране, с другой стороны, это управляемая должность. Это уже давно. Президент США, на самом деле, в полной мере не самостоятельен в своем политическом маневре. Это факт. За Байденом стоят те, кто спонсировал его избирательную кампанию, те, кто наживается на войнах по всему миру, те, кто наживается на том, что общество внутри США делят на эти микросоциальные страты. Знаете, сегодня, по большому счету, Соединенные Штаты напоминают жителей Капитолия из Голодных Игр. Вот они выстраивают вот это ЛГБТК, чего это там, сообщество. Вот это, они же это сообщество показали в этом фильме, Голодные Игры. Вот, правда, Байден, не дотягивая до президента снов, он там злой, умный и физически крепкий, а Байден, наверное, злой, а спонсирует неонацистов на Украине. Некогда был умный, ну, почему некогда, потому что сегодня он физически некрепкий. Ну, вот, не дотягивает он до этого фильма, но фактически он ведет страну к тому, чтобы превратить ее в государство из фильма Голодные Игры. Да, это так. Анжелика, это не бот, это взломанный аккаунт. Ну, еще хуже. Саида, здравствуйте, кем вы себя видите в будущем, в масштабе регулирования внутренней политики нашей страны, политическую идеологию, какой партии готовы развивать, поддерживать и к какой относитесь, какое влияние вы, считаете, можете оказывать на искоренение информации, вредящей, вводящей, наверное, в смуту, в нравственное развитие. Саида. Да, постепенно отвечая на ваши вопросы, скажите, первое, я не преувеличиваю свое влияние на внутренние процессы нашей страны. Я к себе отношусь скромно и самокритично. Да, я выступаю на федеральных телерадиоканалах, у меня есть определенная аудитория, я выступаю на разных прямых эфирах, скажем так, в узкой группе политически активных граждан. Где-то я, скажем так, узнаваемый человек, в своем родном Крыму тоже. Влияю ли я своими публичными комментариями, интервью, на общественное мнение? Влияю. В огромной степени? Нет, не в огромной степени. Несу ли я ответственность и понимаю я ответственность за то, что я произношу в эфире и говорю публично? Да. Именно поэтому я всех своих коллег по общественной работе, по публичной экспертной деятельности всегда призываю фильтровать слова. Всегда призываю. Именно поэтому я не берусь рассуждать на тему военной экспертизы, потому что я в Академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации не учился. Я вообще считаю, что все мы сегодня, особенно публичные люди, должны быть ответственны за те слова, которые произносим. Наши сегодняшние стримы еженедельные как раз таки и призваны для того, чтобы бороться с фейками и пропагандой. Мне за эти стримы никто не платит. Я трачу свое время. Как я к этому пришел? В самом начале спецоперации, помимо того, что все мои страницы в соцсетях были завалены, ну, буквально по 400-500 сообщений в день, там, угрозами со стороны Украины, такое же сообщение было от людей с вопросами, разными комментариями. Люди обмусовывали разные фейки по поводу спецопераций. И мы приняли тогда с моей командой небольшой по общественной работе решение проводить такие стримы, чтобы вот за раз всем отвечать на эти вопросы. Потом были заблокированы фактически страницы мои в запрещенных ныне соцсетях. Потом они были разблокированы. Потом уже были введены решения о запрете тех соцсетей. И мы перешли на отечественные платформы. Здесь немножко сложнее, но мы не с нуля начинаем. Кем я себя вижу? Гражданином нашей страны. Никуда я не баллотируюсь. Я государственник. Я засильное государство. Я как крымчанин 16 марта 2014 года сделал осознанный, я даже скажу, рациональный выбор в пользу российского государства. И я спустя уже более 9 лет после нахождения Крыма в составе России не жалея о своем выборе. Я совершаю ошибки. Я, естественно, развиваюсь, как и все люди. Но я это всегда признаю. И даже на наших публичных стримах говорю по тем вопросам, по которым когда-то я был неправ и заблуждался. Но я всегда искренен в своих публичных комментариях и оценках. И в этом смысле никто не может предъявить мне никаких претензий. Я всегда был и остаюсь искренним. А люди чувствуют ложь, понимаете? Поэтому не нужно быть неискренен. Они это чувствуют. Так, дальше. Саида, я тоже юрист, коллега. Какое направление права вам более импонирует? Понимаете, я больше конституционное право. Но мое юридическое образование это второе. Поэтому меня, конечно, интересовали в большей степени электоральные процессы, избирательное законодательство. Ну и все, что с этим связано. Надя, умничка, хорошего вечера вам. Спасибо. Одноклассники. Что думаете по поводу войны Украины и России? Что я думаю? Специальная военная операция как раз таки была начата президентом Российской Федерации для того, чтобы закончить войну, которую начала Украина в 2014 году в отношении собственных же соотечественников. Я полностью поддерживаю спецоперацию. Спецоперация в любом случае закончится победой Российской Федерации. Мы не можем не победить. Сегодня идет речь о существовании нашей страны. Сегодня идет речь о том, будет ли Россия суверенной и независимой, как сегодня или нет. Мы не можем проиграть в этом противостоянии. Александр, рад приветствовать командир, что там по обстановке. Я не командир ни в коем случае, но есть знакомые, которые находятся на спецоперации. Причем самые разные, самых разных возрастов. Александр, США сразу после войны хотели присвоить себе победу. Да, это так. Лариса, Япония ни слова не говорит нигде, что ядерным оружием были уничтожены два города с тысячей жителей. Ужас. Совершенно верно. Лариса, у мужа в Макеевке летом 2015-го была убита мать украинцами. Ей было 86 лет. Царствие небесное. Вот это почему началась спецоперация? Потому что убивали 85-летних женщин. Вот почему началась спецоперация. Это к тем, кто задается вопросами. Что мы там делаем? Вот. Спасибо, Лариса, вам за этот комментарий. Татьяна, еще один ход. То же самое снижение качества образования. Надя, мне нравится, как в целом рассуждаете с несогласия с вами, но вы хоть тактичны в высказываниях. Надежда, вам скажу честно. Я могу где-то быть не тактичным, но если идет речь о подонках, о нацизме, я не приемлю нацизм, национализм. Вот ни в коем мере не приемлю. Я просто знаю историю своей семьи. И сколько моих родственников пострадало от нацистов. Мне нравится, когда люди думают, начинают анализировать. Уже на личность перешли, эфир обсуждаем. Татьяна, это правильно. Надя, мне интересно еще, что представляет из себя созидательное общество в России. Приезжайте в Россию, увидите. Анжелика, мы обязательно победим, конечно. Анатолий Крым, тезка. Здравствуйте, 333. Здравствуйте, Анатолий Владимирович. Убивали детей в ДНР. Да. К сожалению, да. Ольга, украинцы предатели, а предателей ненавидят нигде. Ольга, я с вами не согласен. Нельзя очернять весь украинский народ. Нельзя. А как же, если мы с вами будем говорить об украинцах Крыма, которые сегодня принимают участие в спецоперации. А как же, если мы будем говорить об украинцах Херсонской области, которые вступили в ряды воинов, участников спецоперации. А как же, а как же не сказать о тех украинцах, которые находятся в подвалах СБУ за их пророссийскую позицию. За тех украинцах, которые пострадали за эти 9 лет и эмигрировали в Россию. Нет, нет. Весь народ не может быть предателем. Но часть украинского народа действительно поражена бандеровской идеологией. Поражена. Это факт. Анатолий на беженцев жалуется в Европе, которые уехали из Украины. И это нормально? А чего они ожидали? И чего они ожидали? Надя, не дай бог такие обстоятельства, что пришлось бежать им. Надежда. Владимир Владимирович Путин 24 февраля в своей длинной речи, я не знаю, смотрели вы или нет, дал Зеленскому возможность не вступать в эту военную мясорубку. был обозначен алгоритм действий. Надо было подписывать акт о капитуляции. И не надо было тогда никуда никому бежать. Ольга, нет, нет. Все, простите. Те, кто против России сейчас. Вот вы уточнили. Я понял. ВКонтакте. Алексей. Вот Алексей как раз возвращает нас к ранее обозначенным темам. И я хотел вот в завершение обсудить этот вопрос. Вот Алексей пишет ВКонтакте. По телеграм-каналам прошла информация о ликвидации заложного. Насколько правдива информация? Я, Алексей, честно не видел подтверждения этой информации ни со стороны российских официальных лиц, ни со стороны украинских официальных лиц. Но тот факт, что Зеленский не пошел на очередную военную сходку Запада по украинскому кейсу свидетельствует о том, что дыма без огня не бывает. Может быть он действительно ранен. А может быть ситуация настолько сложная, что он действительно не может отвлекаться на какие-то совещания. Ситуация подозрительная. Заложный или сам или через делегированных лиц обычно много выступает в средствах массовой информации. Он или его официальные представители. А сейчас затишье. Это наводит на определенные мысли. В этом смысле конечно новости телеграм-каналов о том, что заложный убит или ранен они имеют право на существование но подтверждения этих новостей нет. Одноклассники Татьяна доброй ночи всем спасибо за информацию мнения Мухаммед извините скажите это по-английски что сказать по-английски я не понимаю о чем вы Игорь прекращайте врать не вводите народ в заблуждение о чем вы говорите Игорь кто о чем врет Анатолий уважаю ваше мнение подпишусь на вас благодарю вас спасибо большое Друзья мои пишите свои комментарии вопросы будем уже переходить к завершающей части нашего стрима он уже длится час 28 я час времени выделял пока отвечаю на все вопросы у меня уже еще один вечерний сегодня эфир будет записной ВКонтакте Глеб возможен ли конфликт между США и Китаем каким образом каким образом нашей что нашей каким образом нашей стране остаться в стороне от этого конфликта Глеб теоретически это возможно но я думаю что сегодня конечно стороны и Китай и Соединенные Штаты Америки будут избегать этого конфликта сегодня мы видим экономическое политическое противостояние между Китаем и США более того я не исключаю того что Китай в конце концов пойдет на свою специальную военную операцию по тайваньскому направлению и по большому счету если верить оценкам западным западных и наших отечественных военных аналитиков Китай в состоянии сегодня сделать все для того чтобы вновь контролировать Тайвань и Соединенные Штаты Америки будут вынуждены признать свое поражение но в этой связи я не верю что США без боя сдадутся по тайваньскому направлению что мы увидим в будущем я думаю мы в будущем будем с вами свидетелями санкционной истерии США по отношению к Китаю несмотря на то что очень много американских инвестиций внутри КНР те санкции которые ввели в отношении России когда-нибудь будут введены в отношении Китая когда это произойдет через год через два через десять лет или через двадцать или через три месяца это вопрос на который сегодня не ответит ни один аналитик ни один военный эксперт экономист или политолог но рано или поздно это произойдет потому что Китай станет экономикой номер один и Соединенные Штаты Америки будут делать все для того чтобы этого не произошло но они ничего не смогут сделать США уступят лидерство Китая в связи с тем что лидерство экономик поменяется Россия тоже должна искать свой национальный интерес Россия не нужно чтобы вместо одного гегемона появился другой гегемон Россия сегодня отстаивает принципы многополярности принципы антиколониализма и в соответствии с этими принципами Россия должна выстраивать отношения с великими державами которыми являются и Китай и США надеюсь я ответил на ваш вопрос Глеб одноклассники Мухаммед время фестиваля какого фестиваля Ольга приятный образованный человек подписала спасибо большое Анатолий Владимирович как вы считаете когда закончится СВО Анатолий я вам скажу честно я считаю контрпродуктивными публичные предположения по поводу сроков окончания спецоперации этого не нужно делать этого не делает наше военное командование соответственно этого не должны делать политологи экономисты военные эксперты вот сколько надо проводить спецоперацию пусть армия России столько и проводит мы гражданские лица сегодня в этом вопросе должны полностью довериться нашему верховному главнокомандующему это мое мнение Игорь Россия видать патриоты Россия ура ура да мы тут все патриоты Россия Надя в Европе за свободу мнения Надежда вы меня извините но если бы в Европе выступали за свободу мнения тогда бы в Европе не заблокировали Арти Радио Спутник другие российские медиа вот они боялись одного Арти масса масса западных медиагигантов с русофобией и они боялись одного телеканала Арти это они за такую свободу мнений нет нет никакой свободы мнений запомните друзья мои сегодня на западе установилась информационная диктатура я же не просто так вам привел в пример фильм голодные игры вот эти голливудские фильмы притворяются в жизнь они реализовываются на практике на западе победила диктатура меньшинства диктатура новой этики так называемой так называемой новой нормальности мнение большинства на западе игнорируется западу навязывается мнение меньшинства и это мнение меньшинства навязывает деинтеллектуализированная политическая элита все смешалось все вверх тормашками такова политическая реальность друзья мои наш эфир уже почти час тридцать пять я всех вас всех-всех-всех благодарю за участие в нашей трансляции за то что вы принимали активное участие в сегодняшнем эфире за ваши вопросы за ваши комментарии мы могли быть согласны друг с другом или не согласны но у нас сегодня завязалась такая хорошая дискуссия считаю я также благодарю тех кто просмотрит запись этой трансляции на моих платформах социальных медиа подписывайтесь на мой телеграм-канал Иван Мизюхот там оперативно размещаются анонсы о моих эфирах по крайней мере я стараюсь чтобы помощники это делали подписывайтесь также на мою платформу на Дзен на мой Дзен-канал тоже Иван Мизюхот там размещаются записи наших трансляций с тайм-кодами для удобства ну естественно завершаем наш прямой эфир традиционной фразой победа будет за нами дорогие друзья никогда в этом не сомневайтесь Россия победит в этом противостоянии мы станем сильнее и наша страна будет делать все для того чтобы вы не сомневаться и п не сомневаться Продолжение следует...